Здравствуйте! Сегодня четверг, 17 сентября. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнер – информационное агентство Банкир.ру. В этом выпуске – обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, Банкир ТВ, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. В центре внимания всего рынка окажется сегодня решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке, а также сопроводительные заявления к решению. Изменения здесь не ожидаются. Норматив ставки, скорее всего, будет сохранен на прежнем уровне – менее 0,25%. В этот же день будет представлен экономический прогноз ФРС на предстоящий квартал и состоится пресс-конференция председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Значительный интерес привлечет также решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке Лайбр, целевому уровню трехмесячной процентной ставки и границам диапазона ее изменчивости в этот период. Кроме того, будет дана оценка денежно-кредитной политики банка. Не менее значимую публикацию по объему розничной торговли за август представит Великобритания. И, наконец, существенное внимание рынка вызовут еженедельные данные США по количеству первичных обращений за пособиями по безработице и производственный индекс ФРС Филадельфии за сентябрь. Среди других показателей еврозона обнародует экономический бюллетень от Европейского центрального банка, а также июльские изменения объемов строительства. Италия отчитается по итоговым показателям баланса внешней торговли за июль. В блоке экономической статистики США будут представлены объем выданных разрешений на строительство, количество закладок новых фундаментов под строящееся жилье и сальдо расчетного счета платежного баланса за второй квартал. Торги по паре евро-доллар проходили вчера с переменным успехом продавцов и покупателей. После неудачной попытки пробить сопротивление на уровне 1,13 в начале азиатской торговой сессии котировки начали снижение, обвалив курс единой европейской валюты более чем на 90 пунктов. Публикация индекса потребительских цен и уровня заработной платы еврозоны, не оправдавших консенсус прогноз аналитиков, вызвала новую волну продаж евро относительно доллара. Однако в середине дня ситуация кардинально изменилась. Обновив минимум этой недели на уровне 1,12-13, котировки резко пошли вверх, быстро восстановив все утраченные позиции. Основной причиной крайней степени нервозности рынков следует считать растущую неопределенность с возможностью первого за почти 10 лет повышения процентных ставок ФРС. Дополнительным толчком к росту единой европейской валюты послужила речь члена Управляющего совета ЕЦБ Вайдмана, который опроверг слухи о возможности расширения текущих условий программы покупки активов и оценил экономическую ситуацию как стабильную, а также отметил снижение опасений относительно роста инфляции в еврозоне. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем сохранение восходящей тенденции с высокой вероятностью резких колебаний котировок, связанных с уже упомянутыми ожиданиями рынка по решению о процентной ставке США в 21.00 по московскому времени. Ближайшие уровни поддержки для евро-доллара расположились на уровнях 1.1257, 1.1234 и 1.1200. Линии поддержки находятся на отметках 1.1290, 1.1320 и 1.1354. Фунт-доллар на вчерашних торгах вырос до максимального значения с 26 августа, а рост пары за день составил более 180 пунктов. И хотя на азиатской сессии торги протекали довольно спокойно, с открытием европейских торгов, а в дальнейшем и американских торговых площадок, курс британской валюты укреплялся практически без какого-либо сопротивления со стороны продавцов. Факторами столь стремительного роста фунта являются общее ослабление доллара США, а также более высокое, чем ожидалось повышение заработных плат в Великобритании. В соответствии с последними официальными данными, почасовой заработок в Великобритании показал самые быстрые темпы роста за последние шесть лет. Заработная плата, за исключением бонусов и премий, выросла на 2,9% в августе, показав самый быстрый годовой прирост с начала 2009 года. А с поправкой на инфляцию рост заработной платы стал самым быстрым с 2002 года. Публикация данных по объемам розничных продаж сегодня в 11.30 по московскому времени может придать дополнительный импульс для открытия длинных позиций, что в свою очередь приведет к дальнейшему росту котировок. Мы предполагаем удачное закрепление цены выше психологического сопротивления 1,55 и движение к уровням 1,5530 на 1,5550 и, возможно, к уровню 1,5580. Рост котировок фьючерсов на золото в среду стал самым высоким за месяц и металл прибавил в цене около 20 долларов. Снижение курса доллара на ожиданиях сохранения ставок ФРС без изменений подогревают интерес инвесторов к золоту. Вчерашняя публикация экономических данных из США также поддержала растущие опасения рынков по поводу возможного ужесточения кредитной политики. Уровень инфляции в США в августе снизился на 0,1%, что стало первым месячным понижением индекса с января и привело к закрытию крупных коротких позиций по золоту. Сохранение ставки на прежнем низком уровне без сомнений окажет значительное давление на доллар и, соответственно, вызовет значительный рост цен на драгоценные металлы, традиционно имеющие высокую корреляцию с американской валютой. На торгах в четверг мы ожидаем дальнейший рост золота по отношению к американскому доллару к уровням сопротивления 1,122, 1,125, 1,129 долларов. Основные уровни поддержки для металла расположились на отметках 1,117, 1,115 и 1,110 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе по серебру на сегодня предполагаем аналогичную с золотом ценовую динамику, а именно рост металла к уровням сопротивления 14,95 долларов, 15,5 долларов и, возможно, 15,20 долларов. Альтернативный сценарий предполагает снижение серебра к уровням поддержки 14,80 долларов, 14,60 долларов и 14,40 долларов за унцию металла.